Всем привет! Сегодня я вам покажу, как легко изготовить дубликат ключика. Ну, прежде всего, что нам нужно, это нужно подобрать нужную заготовку ключика. Они все бывают разные. Отличаются вот этой длиной, естественно, шириной, канавками. Ну, существуют даже специальные каталоги, по которым можно определить заготовку. Ну, я обошёлся без каталогов. Так как у всех продавцов указаны размеры, которые необходимы. То есть я посмотрел, вот эта длина указана, рабочей части, ширина, ну и какой профиль, в принципе. По фотографиям мы прекрасно видим. Дальше. Можно просто вот так вот их прислонить, зажать в тиски и обтачивать над филем. Но, если мы будем просто вот так зажимать в тиски, и очень большая доля вероятности, что при этом они у нас немножко сдвинутся. И тогда полученная заготовка будет не совсем рабочей. Может не заработать. Нужно будет подгонять, либо же вообще переделывать. Так вот, что делаю я? Я просто беру и склеиваю эти две заготовки при помощи обычного молекулярного клея секундного. Ну, в данном случае у меня вот космофен. Вот такой клей. То есть совершенно не важно, какой вы возьмёте клей. У меня какой был под рукой, я в принципе тот и взял. Самое главное, когда мы будем склеивать, чтобы вот здесь у нас, вот в этом месте и по плоскости у нас очень хорошо, идеально совпало. Но если вы вдруг ошиблись, и приклеили криво, ну это легко исправляется, потому что эти заготовки, они очень хорошо отделяются друг от друга. Простым легким постукиванием, либо при небольшом нагреве. Вот видите, у меня идеально совпало. Сейчас дадим немножко подсохнуть. Кстати, вот этот вот клей, это уже новая упаковка, раньше была другая упаковка, и тот клей был лучше. А вот этот, не знаю, вроде как и не подделка, вроде как был в проверенном месте у официальных продавцов. Но клей хуже, чем был раньше в старых упаковках. Но для наших задач, этот клей подходит идеально. Итак, мы убедились, что всё у нас совпало. И теперь просто зажимаем в тисочке, рабочим ключом, оригиналом, к себе. Ну, в принципе, тут кому как удобнее, мне удобнее, когда всё-таки оригиналом я зажимаю к себе. Теперь берём надфили. Тут нам будет нужен, желательно иметь квадратный, треугольный надфиль и плоский. В принципе, всё это можно сделать, даже при помощи одного единственного плоского надфиля. Но, имея набор из трёх надфильков, ну, хотя бы вот из двух, это сделать будет намного проще. И аккуратненько начинаем стачивать металл, чтобы у нас все грани полностью совпали. То есть, оригинальный ключ мы трогать не должны. Мы его стачивать не должны, ну, это понятно почему. А то, что мы вытачиваем полностью должно соответствовать оригиналу. Кстати, здесь очень выручают вот такие поворотные тисочки от Стэнли, потому что мы можем его поворачивать, ключик, в любых плоскостях, как нам удобно. То есть, хотим отсюда смотрим, а хотим смотрим отсюда, не важно. Поэтому, если вы думаете, какие тисочки вам прикупить, очень советую именно такие от Стэнли. Обалденные тиски выручают от и до. Итак, буквально пару минут времени, и вот что у меня получилось. Как видите, они полностью совпадают между собой. Работал я всего двумя надфилями. Вот этим вот, четырехугольным. И тоненьким, плоским. Ну, это для того, чтобы уже так финишно подточить. И вот они у нас сейчас склеены между собой. Причем, как вы видели, клея я не жалел. Намазал достаточно густо. И тем не менее, руками, вот я их спокойно отклеил. То есть, в процессе их можно доставать из тисков, смотреть под разными углами. Ну, если у вас нету таких крутых тисков, как у меня. Чтобы понять, где еще подточить. И они у вас однозначно между собой не сдвинутся. Этот старый клей можно... Не нужно уже нам клей чистить. Либо там наждачкой какой-то. Либо просто вот он ножом отходит. Аж бегом. Я уже молчу про всякие растворители. Но он ножом отходит. Вот все. Так, ну это у нас родной ключик. Хотя на нем клея уже нет. Точно так же я делал дубликат вот этого ключика. Вот они. Два одинаковых у нас. На все про все, я же говорю, занимает пару минут, буквально не больше. Ну, может пять минут. То есть, делается очень быстро. Теперь, я предвижу многие комментарии некоторые, что зачем этот цирк? Если проще пойти в мастерскую по изготовлению ключей, дайте я вам сделаю. Да, безусловно, так, наверное, кому-то проще. Лично мне это намного сложнее. Потому что поход к мастеру займет намного больше времени. У меня лично, ну, наверное, не меньше часа. У меня идет. А не пять минут для изготовления такого ключика. По деньгам. Дубликат одного ключа, чтобы изготовить, у нас стоит 300 рублей. Десять вот таких заготовок. И за них я заплатил 160 рублей. То есть, за 160 рублей я могу сделать 10 ключей. А в мастерской мне сделают за 300 рублей только один ключик. Ну, и кроме этого, допустим, вам нужно сделать вот такой ключ. Вот такой ключ, вряд ли вам кто-то в мастерской сделает. Это надо искать какого-то, не знаю, токаря с фрезерным станком. А я его сделал сам своими руками. Ну, на этом про этот ключик у меня отдельно будет видео. Сейчас просто про обычные ключики. Вот, в принципе, и все. Заготовку я использовал вот такую. Купил ее на ВАЛ в Бересе. ТР-3Р. Оригинальный замок Булат. Ну, вот эта заготовка подходит. Я как к Булатовскому ключу, так и к замку, так и к Апекс. Это очень распространенная заготовка. Как правило, большинство замков имеют именно такие ключики. А, еще маленькое добавление. Забыл сказать, что снимайте обязательно фасочку. Ну, во-первых, так он не будет резаться, потому что у него получаются острые грани. Вот, карман не будет портить вам ткань в карманах. Ну, и замок он так будет заходить легче. Вот так, легенько буквально фасочки сняли. И этого вполне достаточно. Ну, а если у вас вдруг получилось 2 одинаковых ключа по виду разных замков, то чтобы не путаться, здесь просто можно сделать, видите, пропил. И просто заполнить, что с пропилом у нас от одного замка, а без пропила от другого. Все, я с вами на этом прощаюсь. Всем пока, до новых встреч, увидимся. Да, откроет он с первого раза. Ничего подгонять больше не придется. Проверено уже вот на этом ключике. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok